Если обратить внимание, вот здесь на внутренней двери отсутствует доводчик, а при открытии внешней двери второй лифт не поедет, потому что вентиляция задувает в пожарную шахту и лифт не едет, он работает по системе отказа на пожар. Эксперимент с открытой входной дверью увенчался успехом, лифт не поехал. На поселы жилого комплекса «Довинчи» разводят руками, уже привыкли. В зоне гениального комфорта, а именно так позиционировал застройщик новый жилой комплекс, за комфорт приходится бороться. В одном из подъездов под Новый год произошло возгорание, и это, по словам очевидцев, не первый случай. Подъезд к дому спецтехники невозможен, проезд слишком узкий при условии первого парковочного ряда. Каждый день вот такое происходит, каждый день. За два года эксплуатации самой крупной новостройки в Подмосковье у жителей накопилось немало вопросов к застройщику и управляющей компании, которая по мере сил старается исправить существующие недоделки. Во-первых, дом недавно был сдан, существует небольшое количество строительных недоделок, существуют проблемы, связанные с проведением текущих ремонтов между жителями. Мы постараемся, естественно, общаться с жителями, периодически проводим с ними встречи. Надежный дом для комфорта любой семьи заинтересовал членов общественной палаты в тот момент, когда в комиссию по ЖКХ посыпались жалобы с такой же скоростью, как и облицовочная плитка с фасада дома. В последние две-три недели нам поступают очень много обращений от жителей ЖК «Довинчи». Они связаны с недоделками, которые застройщик оставил. Это промерзает стеклопакет, обваливается облицовочная плитка, не работают лифты. Управляющая компания идет навстречу, у них, насколько я знаю, сменился подрядчик, и сейчас все зависит от именно этого подрядчика, насколько быстро и качественно он выполнит все работы. На встречу с управляющей компанией пришли более 30 человек, включая активистов. Проблемы одни на всех. Отсутствие полноценной детской площадки, нормального проезда, перебой с отоплением и водоснабжением. 12 сентября мной было написано заявление в управляющую организацию для смены треснувшего окна в квартире. После этого он написал еще два заявления. Человек, который называет себя менеджером по работе с жильцами, к этому не прикладывает никого. Мы отправили застройщику на сегодняшний день в ВОС и ныне там. Мы мыемся в кипятке. У меня один раз было 24 часа кипяток. Кипяток. Туалет смывался, мне стиральная машинка в кипятке стирает. Я ребенка не могу помнить. У меня ребенок плачет, он боится воды. Гости, либо сами жильцы бросают машины, перегораживают вот эти проезды пожарные. Давайте наладим наше с вами общежитие. Полторы тысячи квартир. Назовите еще один дом в Московской области подобный. Ситуация в Дайвинче усложняется тем, что во многих квартирах продолжается ремонт. Дом заселен на 60 процентов и, как в любой новостройке, идет процесс становления. Однако есть вопросы, которые нужно решать кардинально. Это надежность лифтов. Я сам летал в лифте. Это правда. Я свидетель. Это не просто ты вот мягко спускаешься вниз. Это вот такой рывок. Ну, я поднимался до 11 этажа на уровне 7 этажа, и ты летишь вниз. Тебя колбасит вот так. Ты встаешь, выходишь. И ты не понимаешь, что произошло. Только видишь, что первый этаж. Несколько вопросов, которые были, это вопросы с лифтами, а точнее, скажем так, с поставщиком лифтового оборудования компании «Отис», которая, к сожалению, не совсем качественно оборудованным было в свое время поставлено еще застройщику. Вот сейчас, собственно, с ними в том числе и застройщик судится. Большинство лифтов приходилось доделывать своими силами, силами управляющих компаний с представителями подрядных организаций. Вместе с жителями члены общественной палаты прошлись по территории комплекса, заглянули в подъезды. Первая договоренность – создание дорожной карты с советом дома и управляющей компанией, за соблюдением всех этапов, которые общественная палата будет следить вместе с жильцами. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».